все мы в прямом эфире так вот смотри давай мы сейчас эффект красивый выберем здесь красивый эффект так ничего не изменилось ты в эфире все друзья так как мы сейчас сесть к тебе не видно вот так друзья ну что добро пожаловать на теплейший привет всем кто подключается так быстро к нашему эфиру на теплейший привет какого таллина у нас мокренького никакущего таллина несерьезная зима у нас это просто безобразие сегодня сказал что зима могла бы уже закончится все хватит не начинает может быть цветы уже спускаются люди фотографируют но грибы уже пошли это ужас просто у лариса надо нас видеть соскучилась как приятно как приятно когда нас рада видите когда по нам скучает в этом году мы чего не были в украине не были в россии тоже не были пока нигде не были 9 января мы еще в эстонии только никуда не выезжали добрый вечер друзья добрый вечер ну что у нас здесь уже 10 человек в эфире сегодня по моему в stories когда я выставляла опрос 8 человек написали что будут в эфире 14 человек написали что посмотрит в записи а в моем личном аккаунте по моему 22 человека сказали что посмотрит в эфире и не помню вот сколько точно больше 22 написали те кто посмотрит записи так что посмотрим сколько к нам сегодня подключаться но я думаю уже три минутки эфира у нас идет 10 человек есть мы с вами можем сегодня начинать ждем москве ой друзья вовсюда честно говоря хочется съездить я уже сама думаю о том что надо бы мне самой организовывать очные встречи также правда и и братья людей например с которыми мы вместе в киеве организовывали обучение для учителей выступления связываться с ними и организовывать какую-то свою собственную встречу в разных городах также в россии я в эстонии хочу также сделать а то как-то я все в онлайне онлайне для меня конечно это безумно удобно но иногда хочется все таки на какие-то очные встречи также выходить а в миском тоже дождь итак друзья сегодня у нас какой план ну во первых во первых конечно добро пожаловать на курс про математика я безумно рада что наконец-таки мы его запустили планы у нас были я не помню по моему аж с осени вы запустите вот мы дотянули до января и ура наконец он у нас он у нас начинает реализовываться огромное спасибо всем тем участникам которые уже оплатили свое участие уже решили что пойдут с нами до конца некоторые были такие которые я только написала что будет курс человек совершил оплату я еще даже описание описание не сделала этого курса спасибо огромное за доверие вам и сегодня мы расскажем вам во первых о том что будет с этим инстаграм аккаунтом у нас с юрина него есть определенные планы изначально мы его создали конечно же под этот курс но вот сегодня когда готовились к этому эфиру когда составляли план на обучение на весь этот курс мы подумали что наверное мы с этим инстаграм аккаунтом поступим немножко немножко по-другому не так как мы на него изначально рассчитывали не так как я писала вам кстати в рассылке но об этом мы вам расскажем чуть подробнее также мы поговорим сегодня безусловно о том как будет организован курс потому что очень много вы спрашиваете в личных сообщениях и в комментариях о том как пройдет обучение где сколько заданий успеем ли уложиться при нагрузке учителя какие сроки и так далее вот на эти вопросы мы также обязательно ответим чем отличается самоучитель от тарифа с обратной связи на эти вопросы мы с вами обязательно ответим так и пожалуй наверное а ну и юрий конечно же я думаю поделишься самым я даже не знаю самым важным самым главным то ради чего мы здесь и собрались понятием осмысленное обучение математики что она в себя включает и как этого добиться ну конечно все мы за один эфир с вами не осылим это наверное сразу хочу вам сказать коллеги наверно то что все начинается это будет такое долгосрочное наше с вами общение потому что за два эфира ничего особо во первых не расскажешь а вторых еще не обсудишь и не изменишь и просто не сможешь имплементировать поэтому этот то что мы будем делать здесь с вами мы будем брать шаг за шагом потихоньку не кусать особо большие куски знаний практике у нас очень много с мариной скопилось будем их передавать и принципе поэтому мы решили с мариной что этот там самом деле instagram аккаунт который марина сейчас создала будем вести мы с мариной вместе я не буду его закрывать начала были идеи что мы его закроем это будет просто под курс и все так как знание очень много скопилось и мы постоянно смотрим что интересного делаем и люди постоянно расспрашивают что где и как то мы будем постоянно делиться своим опытом здесь то ли делать то ли делать регулярно там раз в месяц просто месяц раз в недельку наверное все-таки эфирчик читаем мы много сами много пишем сами много делаем будем запускать с лекции прямые эфиры будем писать посты то есть будем работать постоянно то есть этот аккаунт можете теперь с коллегами своими учениками математики делиться да скажем честно делитесь даже принципе больше даже делитесь не с учителями а больше делитесь этим аккаунтом с с родителями своих учеников потому что очень большая проблема что когда учитель начинает на уроке вести себя не так как вел его учитель 30 лет назад то родители в первую очередь начинают вставать на дыбы и говорят что это что такое было давайте обратно нам традиционный урок умел и доску и и и ну и лучше еще и указка по рукам так что лучше надо даже instagram аккаунт распространять среди своих родителей чтобы они слышали что происходит в мире вообще в обучении математике какие тренды и и и куда мы движемся после коллеги на самом деле перед учителями стоит очень интересная задача очень крутая задача и мы к этой задачи будем с вами приходить в рамках наше общение постоянно конечно часть общения перейдет у нас закрытый там телеграм-канал или кому как будет удобно потому что курс он все-таки там где будем реально работать с учителями он все-таки платный и там мы будем с вами общаться те кто осознанно будут работать над учебными материалами нас бабить вопросами и и так далее то есть одно дело это instagram аккаунт который я не буду закрывать с мариной а второе это мы вот с людьми которые будут реально с нами работать мы с ними перейдем в закрытую среду там telegram 0 марина вам объяснит но это этот к штамм так уходить будем закрытую систему telegram постепенно не сразу не сегодня и не воскресенье давайте сначала здесь начнем как бы совместно этим делом заниматься а потом будем потихоньку переходить и переходить так что часть людей когда будет реально работать там учебными материалами вместе с нами они перейдут в закрытую систему а здесь мы будем так продолжать вести регулярно интересные заметки и видео трансляции и тому подобное так что я думаю вам эта идея понравится то есть тот кто реально не нашел времени чтобы начать вместе с нами что-то делать или по другой причине не про хочется курсу у него сама будет рука на пульсе и будет с вами постоянно общаться по крайней мере будет будет у него постоянно какой-то контакт с нами потому что мы делаем много чего интересного много чего инновационного вы как может уже слышали что эстония в пиза очень крутая да лучше настолько скажем так китай с его провинциями то есть математическое образование в эстонии совсем неплохое и именно основной школы и и нас есть чем поделиться и пизу мы будем с вами в любом случае здесь иногда затрагивает тему пиза и естественно буду от вас вопросы от вас вопросов жду и на них будем отвечать попытаемся чтобы этот аккаунт был живой для этого нужно чтобы тоже задавать нам вопросы под постами нашими комментируйте обязательно наши посты если марина будет или я выставлять что-то и естественно лайкайте самое главное лайкать посты это это конечно для людей нашего поколения не очень естественный процесс что что-то видишь и лайкаешь для более молодых это естественно хоп увидел лайкнул хоп увидел лайкнул да а для нашего поколения наши людей это это лайканье это как-то что-то странное сердечко нажимать там но чем больше вы лайкаете тем мы больше мы понимаем что эта тема вас интересует начать заниматься потому что учители вправду сейчас очень интересные ситуации хотя бы если взять развитие технологии или развитие психологии эдюкейшн психологи да как по-русски сказать образовательная психология шагает такими шагами коллеги что мы будем с вами здесь не только говорить о математике не только о преподавании математики до дидактики математики мы были сами не просто говорить не только говорить в этом аккаунте про айсити там там десмос геогебра х5 п тур самый к ху и и так далее не только про это будем говорить но вы сами говорить про много других вещей про гибкое сознание как это влияет на преподавание математики про теорию самоопределения что такое как поддержать автономию ученика на уроке да что значит его компетенции до конца по-русски то это рукой до конца поддержать его компетентность на уроке и тому подобное то есть у нас из разных сфер буду темы в этом аккаунте поэтому готовьтесь пишите запросы комментируйте быть активны и распространяйте этот аккаунт самый главный кейс и наверное пишите разлучея пишите кейс это точно случае случае это всегда интересно то есть конкретной ситуации на уроке который возникает не всегда его можно решить с помощью просто одного описания да но сюда могут может быть что мы уже работали с таким похожим случаем и можем вам сюда посоветовать подсказать пишет уже что готовы отлично и друзья вот это аккаунта который которому вы сейчас подключились из которого мы запускаем эфир я еще расскажу что он будет посвящен именно теме преподавания математики вот мы его сделаем вот вот таким и вести ему будет юрий ну и я думаю там буду варену водические периодически появляться до юрия могу тогда сейчас сразу здесь кратко сказать о том где пройдет наш курс если не в инстаграм тогда где пройдет наш курс ну да еще раз коллеги подытожим этот аккаунт мы закрывать не будем он должен жить я я считаю что учителя математики нуждаются в такой информации новый который происходит в мире мы очень тесно работаем сотрудничаем и с финнами и и только фильме вот только недели три назад до прижалов нам делегация из германии где мы выступали с марины с нашими идеями с нашим проектами не сказали да это нереально что мы тут делаем то как мы смешали знаете мы сейчас преподаем методику математики для будущих учителей преподаем так что у нас на лекции вы представьте вот свое время когда вы работали когда вы учились в институте до или университете и вашу дидактика математики или методика математики для преподавания сайте вас на лекции не только дидактик математики о у вас на лекции и образовательный технолог то есть специалист по технологиям и дизайн учебного процесса а кроме этого еще и образовательный психолог вы представляете три человека работает не это не один человек с вами в итоге работает а три человека и у каждого своя функция и каждый комментирует со своей позиции и дизайн-процесс учебный. Так что у нас много чего интересного. И когда начнется семестр, у нас в феврале, ждите предметов прямых включений Марины с моих лекций, где мы будем рассказывать много интересного. Конечно, было бы интересно вам и делать прямые лекции с моих лекций по математическому анализу, не только методики, но и с математической анализом. Единственная проблема к «но» — они на эстонском. Единственное, что я могу делать, я могу в принципе просто вам делать в конце лекции интересные примеры, которые приводил вам сюда хоба и кидать. Потому что, конечно, такие темы как «производная» и «Интеграл» они актуальны для учителей школы точно так же, правильно? А это мои одни из самых любимых тем. Когда существует производная, да? Как ее трактовать? Если производная там какая-то функция равна 5, что такое 5 показывает? Ну, понятное дело, мы все знаем, что такое математическое интерпретирование производной. А если ты нашел интегрирование, интеграл определенный, нашел, что равен 17, окей, мы все знаем, что это, возможно, площадь какой-то фигуры, да? А что еще это может быть? И так далее, и так далее. На самом деле, очень много всего интересного мы делаем со студентами, и те задачи, которые мы решаем, тоже очень интересные. И, скорее всего, мы попытаемся этот аккаунт, чтобы он зажил, и чтобы от него было польза вам. Мы реально пытаемся. Кстати, друзья, до меня только сейчас зашло, что мы с Юрией совсем не представились. Да. Вот просто спрашиваю. Она, Марина. Вот, друзья, вот нужно что-то о себе говорить? Или, в принципе, здесь у нас сейчас те люди, которые нас очень хорошо знают? Пишите, задавайте вопросы, да? Ноль, если вы ничего о нас не знаете или хотели бы узнать больше, и единица, если вы нас точно знаете. Я как-то привыкла выходить в эфир и сразу вещать, а ведь, в принципе, могли к этому эфиру подключиться и люди, которые... Знаем. Так, хорошо. Которые нас не знают. Ага, единица. Да, ставьте единицу. Заодно немножко с вами тут интерактив устроим. Это как информатики. 0-1, 0-1, да? Своечная система. 1-0. А мы вас знаем. Всё, замечательно. Тогда можно время этому не уделять. Нет, но я специально на страничке добавила пост, тренеры курса немного о нас, ну, на всякий случай всё-таки. Я вам расскажу чуть-чуть инсайдовская информация такой интересной. Как вы понимаете, образование в Эстонии математическое очень даже неплохое. По крайней мере, результаты ПИЗ об этом говорят, да? И у вас будет, конечно, очень интересная информация из первых рук. Во-первых, какая? Эстония сейчас очень сильно развивает Э-тестирование по математике. Сейчас две рабочие группы работают над тем, чтобы создать Э-тест в конце девятых классов. Электронный тест, да? Это, наверное, не Э-тест, а Е-тест, да? По-русски. Ну, может, Тест? А, нет, суть так лучше. Э-тест, наверное. Э-тест, да? А, Э-тест, да? Электронный. Да, Э-тест, да, правильно. Ну вот. Так что у нас Эстония сейчас работает в том направлении, что у нас будет электронный тест по математике в конце девятого класса, электронный тест по математике в конце двенадцатого класса. Какова их роль? Это сейчас тяжело сказать. Это все-таки министр явно об этом не говорит. Это не замена, наверное, обыкновенному бумажному экзамену или замена госэкзамену по математике, но будет видно. Короче, две группы работают, и одной группой руковожу я. Тест для девятого класса электронный мы готовим мы с моими, как говорится, хорошими коллегами, друзьями. И в конце концов, в конце этого года, двадцатого, у нас будет прототип теста уже готов. Модель уже есть, по которой мы работаем. И будет прототип теста готов, мы сейчас уже тестируем некоторые. Кстати, в русских школах в конце января будет тестирование маленькое. Так что, кто из Эстонии, имейте в виду, что такие вещи происходят сейчас у нас. Так что электронный тест будет в Эстонии по математике в девятом-двенадцатом, он будет для всех, естественно. Замедли ли он госэкзамен по математике или экзамен в конце девятого класса, это пока еще на бумаге никому не показалось, ну никому не рассказалось, будем видно. Так что у вас будет первая информация, от первых рук, как говорится, как же это дело. Соответственно, тесты будут на эстонском языке, но для русских школах на русском. Вот сейчас у нас как раз уже готов первый пробный тест на русском языке, и в рамках того курса, который мы будем с вами проводить отдельно, как я и сказал, мы с Мариной запускаем уже курс теперь потихоньку, в рамках этого курса мы будем эту модель, которая у нас используется в электронном экзамене, будем использовать, будем ее рассматривать, и задания в стиле в этом будем и дизайнить, и я буду вам показывать. Ну не те же экзамены, которые у нас в экзамене, но понимаете, математика-то большая, там можно придумать заданий похожих и непохожих очень много. Так что мы планируем, что у нас, по крайней мере, я прошу очень наших, так называемых, партнеров, которые, как вам сказать, из правительства, но не правительства, но не звучит красиво, ну короче, люди, бюрократов, так называемых, официальных, ну мы как бы группа людей, и мы, ну как бы у нас проект, и вот у нас есть контактные лица, и новые, у нас такое, сейчас такое учреждение, да, если нет такого экзаменционного центра, у нас есть такой центр и новые. Вот с ними у нас есть, я пытаюсь им объяснить, что нужно обязательно создать большой банк заданий, чтобы учителя, ученики могли спокойно понимать, потому что в принципе, если забежать наперед, у нас очень похожая модель на ПИЗа, очень похожая, ну не совсем то, конечно, но дело в том, что математические процессы одни и те же. Есть, я даже сегодня могу вам сказать наперед, мы с вами очень хорошо и очень много на уроках математики занимаемся решением математических проблем, именно математических. Вот это, на самом деле, если взять математику, применение математики для решения проблем из реальной жизни, можно рассмотреть три математических процесса, не один. И если взять три математических процесса, то первый математический процесс, это ты берешь и ситуацию из жизни, ну реальной жизни, практической жизни, да, ты ее описываешь с помощью математики. То есть ты строишь модель математическую. Эта модель может быть любая, эта модель может быть на самом деле уравнением, а может быть системой уравнений, может быть неравенством, может быть функцией, а может быть график, какая-то конструкция, понимаете, да? А этот график может быть на бумаге, а может быть в геогебре или в десмосе, понимаете? То есть тут на самом деле как раз есть вопрос, что мы живем в таком интересном времени, что у нас намного мощнее есть ресурс заниматься математикой, чем когда я был учеником, но не было возможности исследовать интересные процессы, ну не было просто, потому что не было тогда геогебры, где ты мог взять ползунком и пролистать все значения от анбер, от newsy, как это может влиять на что-то, но не было возможности, так что задачи сами по себе, которые в нашем бетонном экзамене, они сильно отличаются от учебников, ну как сильно, есть, конечно, те, которые похожи очень в учебниках, но, понимаете, электронный экзамен он довольно электронный, у него есть другие возможности, так что имейте в виду, так что вот, первый математический процесс это был построение модели, это я называю процессом формулирования, да и не только я и ученые, которые разработали соответствующую модель для ПИЗа, то есть процесс формулирования, построить модель. Когда ты построил математическую модель, например, создал систему уравнений или там создал какой-нибудь треугольный, прямоугольный, да, который соответствует данной ситуации, которая вот этой практической ситуации, ты потом что можешь делать? Ты можешь применить весь свой математический аппарат, который ты хорошо уже выучил, конечно же, потому что голова пустая, с ней-то нечего делать, то есть у тебя должна быть аппаратура какая-то, да, то есть, например, ты взял эту систему уравнений и решил, вот, это процесс решения, это вот, это есть тем обычно мы занимаемся в уроках математики. У нас в истории тоже очень большой крем, сейчас уже меньше становится, но в свое время был очень большой крем именно в сторону того, что мы очень хорошо решали задачи, очень много решали задач самых разных, особенно типовых, так что у всех и у того, у кого математика 2 минус, все равно он решал типовые задачи хорошо. Ну, я утрирую, так что второй математический процесс это вот именно применение математической аппаратуры для решения вот этих уравнений, неравенств, решения треугольников и тому подобное. И вот второй математический процесс заканчивается тем, что ты находишь какой-то ответ, ну, ты получаешь какой-то математический результат, например, х равно двум, а у равно там 7, ну, или получаешь, что х1 равен 2, а х2 равен минус 7. И теперь запускается третий математический процесс. Помните, первое было формулирование, второе было решение, чем мы обычно занимаемся на уроке, наверное, процентов 90. И третий процесс это толкование результата. То есть ты получил х1, 2, х2 минус 7, и тебе должен получить, а объяснить, а что такое х1, что такое х2? Вообще х может быть минус 7? Или наоборот, х может минус 7 быть, а вот 2 не может быть. Почему? Потому что вот такой контекст в задаче, ты должен интерпретировать свой результат. Это, конечно, самые простые примеры, как я вам сейчас рассказываю. В принципе, это фактический уровень 1, то есть распознавание или remembering, да? Как бы припоминание каких-то формул, ну, каких-то ситуаций известных, ну, таких уже похожих, ну, мозгу известных, скажем так. Ну, так что три математические процесса. И вот формулирование, решение и толкование. Как вы понимаете, все мы больше всего занимаемся на уроке решательством. Мы больше всего тренируем, набиваем руку, там, дискриминант находить, там, нули функции находить и так далее. Ну что, есть там какие-то вопросы, может, интересные нам? У вас есть вот на счет этих трех этих математических процессов вопрос на? Сейчас я пока прочитаю комментарии. Друзья, на все ваши комментарии и вопросы обязательно отвечу, не переживайте. Вы их задавайте, оставляйте здесь, пусть висят. Ну, конечно, нет. Так, можно будет потом, я постараюсь эфир сохранить, если он сохранится, его можно будет посмотреть 24 часа. Так, где посмотреть демонстрационный материал? Я так понимаю, здесь речь шла об электронных тестах. Пока их нет, естественно. И у нас нет, как бы, и разрешения это демонстрировать. Но, опять же, кто придет на курс, на эту модель, эти задачи, не эти же задачи, но, похоже, будем очень подробно разбирать. Да. Ну, я, наверное, и здесь, в аккаунте возьму под фокус и как-нибудь все эти процессы пролистаю. Да, но в этом, на курсе, который у нас запускается потихоньку, да, с сегодняшнего дня, про математика, мы будем эти процессы тоже очень, ну, очень подробно разбирать. Обязательно. И главное, что мы будем создавать в соответствии с этими процессами свои собственные задания, как вот привычным нам способом, где-нибудь на бумажках, так и, конечно же, в электронном виде, используя Desmos. Так, здесь вопрос, доступ будет для всех после основного прохождения. Я так понимаю, что этот вопрос связан с прохождением курса. Доступ, коллеги, обязательно курсу остается у всех. И кто-то, да, пошел на него. Курс, да, все те, кто оплатил участие в курсе, курс уже закончился. А материалы остаются. А материалы вам обязательно остаются. Да, это обязательно, доступ к курсу я не забираю. Вы можете потом пересматривать снова и снова. И я знаю, что участники моих курсов и пересматривают, и переслушивают мои курсы и говорят, что каждый раз они открывают для себя там что-то новое. И я полностью согласна с ними и с этим подходом, потому что сама, когда учусь, так же иногда переслушиваю материалы того курса, которого я прошла. Ну, по крайней мере, тех курсов, к которым доступ остался, потому что я действительно проходила такие курсы, где доступ забирается после того, как курс закончился. Да, это... Мы решили этот аккаунт не закрывать. Вот Ирина спрашивает, да? Да, да. Мы решили этот аккаунт не закрывать. Мы решили транслировать свои знания по математике и методике преподавания математики здесь. Открыто? Открыто. Бесплатно. Бесплатно. Эфиры проводить. А вот курс, где мы будем реально разрабатывать учебные материалы, где мы будем очень досконально работать с материалом, это мы сделаем отдельно. Сейчас мы планируем это сделать в Телеграм-канале. Да, курсы, вот все мои курсы, кто учился у меня, тот знает, что все свои курсы я организовываю посредством Телеграм-канала, туда, там создается закрытый канал или закрытая группа, и куда я выставляю с определенной какой-то периодичностью эфиры, которые содержат преимущественно аудио, а также могут и видео, и текстовые задания, и картинки, и так далее. И очень удобно, наушники в уши, и вы можете прогуливаться, ехать на автобусе, ехать в автомобиле, готовить суп, супругу, в любой момент вы можете эти аудио прослушать, вам не нужно обязательно открывать компьютер, заходить в среду и сидеть смотреть, например, это видео на экране. И мы с Юлей сначала решили, что будем вот только в этом Инстаграм-аккаунте проводить курс, сделаем, соответственно, аккаунт закрытым только для тех участников, которые решили принять участие в курсе. А потом все-таки, мы еще, правда, думали это из-за того, что мы хотели проводить двойные эфиры, но сегодня отказались от этой идеи, вот решили в один экран, решили залезть, да, не дробить экран на две части и проводить его из разных комнат, так сказать, общаясь между собой через экран. И поэтому курс мы все-таки сделаем в группе Телеграм, всем участникам на почту будет выслана обязательно ссылка для подключения к этой среде. У кого возникнут проблемы с подключением, я буду лично с вами связываться, чтобы помочь вам подключиться. Да, это не проблема, научим, поможем, да, не переживайте. И мы с Юлей решили, что мы будем проводить вебинары. Ссылка на вебинар будет приходить в закрытую группу Телеграм, в течение недели вы будете получать одну какую-то порцию аудиозаписей, и один раз в неделю мы будем проводить вебинар, на котором будем с вами общаться, потому что для Юрия очень важно взаимодействие. Ему мало просто дать материал, он очень хочет взаимодействовать, и поэтому для него формат вебинара или прямых эфиров, конечно же, очень удобный. Моим студентам очень нравится. В 7 вечера самое лучшее время, когда проводить со мной вебинар, и вебинар в том смысле удобно, что я могу расшаривать свой экран компьютера, вы видите, что я там пишу, я реально там буду писать какие-нибудь уравнения вам интересные, и показывать какие-то презентации, картинки, вы будете видеть меня, слышать, Марину видеть, слышать, а нам справа будете задавать вопросы. Да, да, да. Так что это очень удобный формат, студенты обожают. Всегда, когда у меня, особенно по теории контрольные, они всегда просят, давайте вебинар, чтобы мы могли у вас по вопросу, вопросы позадавать. Эти вебинары мне дляются по 2 часа, потому что не хочу вопрос, и никак не заканчивается. Тут многие спрашивают, можно ли оплатить гривнах, я думаю, это очень не проблема, да? Вот валюта, коллеги, валюта совершенно не важна. Через ту ссылку, которая указана в профиле, вы проходите на нее, выбираете валюту. В профиле инстаграма, да? В профиле инстаграма, да? В профиле инстаграма. Про математики, да, да, в шапке, да, совершенно верно. Проходите по ней, и у меня на сайте сейчас стоит две валюты, или евро, или рубли. Если вы хотите оплатить в гривнах, тогда выбирайте валюту евро, и будет выдана платежная система Интеркасса, и все участники из Украины оплачивают всегда через нее, реже через PayPal. Но, как правило, всегда через Интеркассу, потому что там есть... Украинские банки. Украинские банки, да, удобные для вас системы, и так далее. Все участники из России и Беларуси, они убирают валюту рубли, и там для них гораздо больше список удобных способов оплаты, они оплачивают именно через нее. Вот до какого числа можно оплатить курс? Мы с Юрией проведем вот в этом Инстаграм-аккаунте еще один эфир. Я думаю, даже может быть парочку. Ну вот, Юрий тут на месте. Я сначала думала сделать два бесплатных эфира, потом подумала, может быть, мы в один уложимся. Да нет, нет. Сегодня с Юрией решили, что в один мы не уложимся. Конечно, несколько эфиров сделали. Так что, коллеги, я думаю, что еще в течение следующей недели точно можно будет совершить оплату. Точно. Ну и опять-таки, лично со мной всегда не проблема связаться, договориться. Это мы с вами можем все вечно обсудить. Пишите мне обязательно. Да, вебинар – это круто, и я тоже подумала о том, что так как все-таки это связано с преподаванием математики, ну, необходимо будет, Юрий, показывать экран, что-то где-то все-таки показывать, что-то где-то объяснять. Мы, конечно, интегралы, наверное, не будем решать. Нет, интегралы нет. Давайте сделаем сейчас… Скажем, а ты не хочешь рассказать вот про то, что у нас будет на курсе? Да, я расскажу обязательно, да, сегодня. Сегодня у нас будет теории мало, это такой вводная, говорится, лекция, да? Сегодня единственная часть теории – это то, что надо обязательно рассматривать три математических процесса. Кстати, вернемся к ПИЗа. Вам уже интересно, наверное, ПИЗа, да? Всем теперь интересно ПИЗа, особенно в контексте Эстонии. В ПИЗа задачи, если смотреть через призму математических процессов, они трех типов, это именно, как я сказал вам, задачи на формулирование, на процесс решения и на процесс интерпретирования результата. Три процесса – формулирование, решение, интерпретирование. Так вот, в ПИЗа там такая система, что 50% задач, скажем так, они на решение, то есть половина задач таких, скажем так, грубо говоря, таких привычных, для нас традиционных – 33%, 25% они на, получается, формулирование, и последние 25% они на интерпретирование результатов. То есть крен, на самом деле, в ПИЗа до этих пор, он все-таки на решение, правильно? А, например, наш тест электронный, который мы сейчас готовим в Эстонии, кстати, я забыл вам сказать, что электронный тест по математике для 12 класса тоже наша команда работает, только теперь не чисто Таллиннский университет, вот для 9 класса группа чисто Таллиннский университет, который руковожу я, а для 12 класса мы работаем совместно с Таллиннским университетом, то есть там все обязанности напополам, 50-50, как говорится, и модель, которую мы будем использовать для 12 класса, она такая же, эти же три процесса. Ну, эту модель я еще буду рассказывать вам, но скажем так, в нашем электронном тесте задачи на три процесса. Моделирование, точнее формулирование, потом идет у нас решение и интерпретирование, правильно? Так что, как говорят, я не зря сегодня уже 7 раз повторил эти три процесса, но, как говорит моя хорошая коллега Катя Аус, образовательный психолог, говорит, если ты один раз упомянешь что-то, это то же самое, что ты это не упомянул. Если, конечно, вы это записали себе на бумажку, да, и потом почитаете, тогда это, конечно, вам в долгосрочную память уйдет. А так, понимаете, как говорит обитательный психолог, основная функция памяти что делать? Забывать. Так я своим студентам говорил, забыл, это нормально. Не пугайся, значит, с твоим организмом все в порядке, если ты забыл. Так что, если ваш ученик тоже на уроке забыл формулу какую-то, это нормально, а вот если вы эту формулу за последние полгода постоянно, под каждым разным углом, в разных ситуациях, под разным соусом, в разных контекстах постоянно смотрите, и он все равно за полгода ее, вот тогда что-то не то. Вот тогда не то. А если у вас урок-тема, 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 да, как вы понимаете, это тоже такой достаточно популярный вид, к сожалению, работы в преподавании математики, то, конечно, не стоит удивляться, что упс, они не помнят эту формулу. Это нормально, что они не помнят эту формулу. Потому что психологи говорят, что для того, чтобы что-то усвоить, нужно к этому постоянно возвращаться, да еще и под разными контекстами. То есть, то, что ты, если ты решал, скажем, квадратное уравнение 20 штук подряд, это, конечно, сомнительно, удовольствие, ну или КПД, можно забыть. А вот если ты эту самую тему под разным соусом, в разных ситуациях, в разных контекстах рассматривал и потом отошел от нее, а потом к ней обратно вернулся, вот психологи тоже говорят, не надо квадратный уровень подряд решать. Лучше решить 5, переключиться на что-то другое, вернуться обратно, еще опять решить, опять переключиться на что-то другое и опять вернуться, понимаете? Так, мост наш устроен, ничего не поделаешь. Если вы решаешь 20 штук подряд, тебе может возникнуть иллюзия, о, я специалист. Хорошо, специалист, а теперь сделаю это через неделю. И он поймет, что, ой, я что-то не специалист. Очень часто такое случается, правда, коллеги? Кстати, можете ставить сердечки. Да. Приятно, когда сердечки летят. Так что, видите, как много интересного мы с вами будем затрагивать в рамках этого курса тоже. Так что, 3 процесса, это была, наверное, сегодня самая главная идея, что у нас 3 процесса и в нашем электронном экзамене, эти процессы, спасибо вам, эти процессы, они будут в равных процентных соотношениях представлены. То есть у нас задача на решение будет 33%, задача на интерпретирование 33% и задача на моделирование ситуации математическим языком, скажем так, будет 33%. То есть вот это наша модель эстонская сейчас, которую мы разрабатываем, в которой мы работаем. Ну и там много чего интересного еще будет добавлено. И не только у нас, как говорится, вопросы математические, у нас и некоторые другие вопросы еще на самом деле будут затронуты в электронном тесте. Но это опять в следующем эфире. Тут вопрос про отбор учителей в школу. Я не слышала, чтобы у нас был отбор. В самом деле нет. Да. У нас маленькая проблема. Учителей на самом деле катастрофически не хватает. По эстонским меркам это огромное количество учтелей, математики не хватает. И скажу вам честно, у меня сейчас третий курс. То есть у нас сейчас магистратура перешла на трехлетнее срок обучения. У нас раньше магистратура, то есть обучение на учителе математики было двухлетнее. То есть сначала три года бакалавра, ты получаешь бакалавр в математике, высшее образование у тебя есть уже, а потом поступаешь в магистратуру и учишься два года на учителе математики. Это два года уже, у нас уже пару лет нету, у нас программа трехлетняя. Потому что проблема очень простая. Чтобы была программа двухлетняя, это нужно, чтобы почти каждый день были лекции. А как может на лекции прийти человек, который работает? И вот сейчас у нас третий курс, только одна девушка не работает. Только одна не работает учителя математики. Все остальные работают уже учителя математики. И скажу честно, они хорошие, они молодцы. Им можно давать своих детей, пусть они работают с ними. Не в каждой школе, конечно, хорошая обстановка общая и культура. Ну и с этим мы работаем, как говорится. В общем, у нас есть коллеги, которые работают на школьной культуре отдельно. Так что я бы не сказал, что у нас очень тяжелая модель отбора учителей. У нас, скорее всего, у нас, в принципе, постоянно школы обращаются к нам, университету и просят «А есть у вас учитель математики?» Пожалуйста, нету. Нам всем нужно. В общем, и суточно, и круглогодично обращаются к нам за учителями. Так что не хватает, конечно, учителей в Эстонии математики. В Эстонии учителей математики это не скроешь. Это проблема. Да, я не думаю не только в Эстонии. Это большая проблема на самом деле. И очень важно тех, кто работает в школе, их всячески поддерживать, а не искусственно их жизнь делать сложнее. Это, конечно, вторая проблема. В принципе, очень часто говорят, почему у нас хорошие результаты ПИЗа. У нас все-таки у учителей достаточно много свободы. По сравнению между другими странами. Очень много свободы. И у нас вообще у школы достаточно много свободы. У нас... Вот это есть у нас, да. Конечно, есть к чему еще стремиться дальше, но можно быть более-менее спокойным. Так что я не сказал бы, что у нас тяжелый отбор. В школу учителей математики. У нас даже студенты работают. Раньше, конечно, о такой мечтать даже нельзя было. Что ты студент и уже идешь работать учительной математики в наше время. Да вы что, коллеги? Это мы заканчивали и не всегда просто было найти место работы. А сейчас, конечно, ты третий курсник, да ты что, ты уже специалист. Пожалуйста, дай к нам. Да, да. Директора учителей математики с руками и ногами выхватывают. Так что так. Давайте, коллеги, пойдем дальше чуть-чуть. Потому что каждый вопрос ваш интересный. Будем о них общаться. Будем о них говорить. Хорошо, что вы пишете. Это все интересно. Давайте поговорим немного дальше о том, что нас ждет впереди. Да. Я уже седьмой раз повторяю, что этот аккаунт будет открытым. Поэтому, коллеги, ждите. Подписывайтесь. Распространяйте коллегам. Пусть пишут. Пусть подписываются. Задают вопросы. Пусть они... Ну... Нам какие-то интересные кейсы присылают. И посылайте в этот аккаунт своих детей, родителей тоже. Потому что очень часто Марина слышит, что родители стоят на дыбы и требуют хорошей, старой, традиционной школы, чтобы выучить математику. Таких, пожалуй, переубедить трудно. Но всегда есть те, которые сомневаются, непонятно, как надо. Вот для них подобный аккаунт может быть, конечно, большой опорой. Тут спрашивают про начальных классов, коллеги. Если пойдет все так, как тут наш хороший знакомый хочет, то, скорее всего, мы, наверное, с Мариной начнем заниматься начальной школой отдельно. Это будет у нас отдельный проект. А какой хороший знакомый? Образовательный психолог, с кем мы работаем. Так что вполне возможно, что у нас добавится еще одна, говорится, такой фокус, такой маленький проект, который может перевести большой-большой. Мы будем работать с учителями начальных классов, коллеги, потому что, как я всегда говорил своим студентам, преподавать математический анализ на первом курсе, это легко. Преподавать производный интеграл в школе, это нормально. Решать квадратное уравнение и квадратичную функцию рассматривать в девятом классе и в восьмом. Это несложная задача. Но чем ниже ты опускаешься, чем сложнее начинается это преподавание. Седьмой класс – это головная боль. У нас сейчас в Эстонии седьмой класс профессионально рассматривают проценты, профессионально рассматривают отрицательные числа. Почему минус, минус дает плюс? А почему минус, плюс дает минус? Дети задают вопрос, почему? Почему 2 в степле 0,1? Ну, да, это учебник написано, но этого мало, поэтому это недостаточно. Почему, когда нужно 30% найти от 50, нужно именно так делать? Почему нужно 30% на 50, а когда нужно найти 100%, нужно почему-то делить? Почему дети задают вопросы? Это очень правильные вопросы. И как на них ответить? Или как преподавать так, чтобы эти вопросы не возникали? Правильно, чтобы процесс обучения был осмысленный? И они, мы поняли. Идем дальше. Или почему объем, почему, скажем, 1,2 умножить на 1,2? Можно перемножить единицы и двойки. А когда складываешь, нельзя 1,1 складывать и 2,2. Ну, почему нельзя? Почему нельзя? Не знаю, как вы это ученикам объясняете. Я не представляю. На самом деле, мне кажется, это просто огромная головная боль. Объяснить это так, чтобы, во-первых, они сами догадались, что давайте умножать так, а складывать вот так. То есть, понимаете, не вы у доски говорите им, давайте так делать. А они вам скажут, не-не-не, подождите, умножать же это нелогично, это надо так делать. А складывать, не, а вот складывать нужно вот так. Понимаете, вот как должен процесс обучения быть настроен, он должен быть осмысленный. Осмысленный, чтобы они понимали логику, чтобы им не надо было думать, когда они решают задачи на проценты, они думают, что там нужно было сделать, вы можете разделить на этот процент противный. Да какой там может разделить, там нужно знать-то две вещи, если же про проценты, и все, на самом деле. Так что процесс обучения должен быть осмысленный. И этот курс, который мы будем запускать отдельно теперь в канале Телеграм, например, он и будет про осмысленное обучение. Как процесс преподавания математики будет осмысленным, чтобы ваши дети не уходили с урока разочарованными, потому что они не поняли, что такое этот, например, по-русски, периметр. Они не поняли, что такое периметр. А вы попробуйте, объясните, четырехлажки, что такое периметр и что такое площадь, и почему они отличаются вообще между собой. Это нереально, понимаете? Это если вы будете объяснять, если вы поставите на доску, напишите тема урока, там, площадь прямоугольника, и напишите формула, площадь прямоугольника, S равно A на B. Они, ага, все, все, понимаете? Это ага, а в голове, понимаете? И как объяснить четырехлажки, как выстроить работу так, чтобы он реально понял, что такое площадь, что такое периметр, и не давал абсурдных решений, так называется. Это, как говорится, было два капитана на корабле, десять матросов и пять бочек Рома. Сколько людей на корабле? Семнадцать. Два плюс пять, это там, да, на лицах там, да? Поняли, да, меня? То есть, ну, все числа, налога, ну, что-то нас со всеми делаешь же, ну, и пять, и бочки Рома туда же. Понимаете? Так что процесс обучения должен быть осмысленный, и в этом смысле, конечно, и родителям бы неплохо было бы эти подкасты послушать, потому что родители очень много занимаются с детьми дома. Ну, домашнюю работу кто решает? Вы сами знаете, да, в конце каждого августа идут мемы по Фейсбуку. Начинается. Каждый вечер с шести до восьми мы решаем математику и русский язык еще делаем. Там как-то есть, что соседи оклохли, собака тоже, папа, валерьянка, у мамы головная боль, потому что ребенок не понимает, почему одна вторая плюс одна вторая нельзя складывать единицы и двойки отдельно. Ну, не понимают они все. Ну, я бы... Или не понимают, жиши, пиши с буквы И, ну, почему? Ну, почему? Я бы сказала, что это не заниматься детьми, это действительно просто родители делают, работают, надорвав все, что только можно, домашние задания, и, как правило, зачастую за детей. Это я бы не отнесла. Под занятием с детьми я что-то немножко другое понимаю. Не, это, ну, да, конечно, не занятие с детьми. Конечно, в этом смысле это домашняя работа, это... Сколько честно, преподавание математики – это искусство. Это реальное искусство. И это нужно доверять профессионалам. Вот вам, коллеги. Это нужно вам доверять. А так они вам приходят в шестом классе и решают задачи на проценты через пропорцию химическую. Ну, да, я сам в свое время решал. Мне мама показала это, не знаю, там, в пятом классе. И я до университета дошел с этой пропорцией. Пока не понял в университете, что такое процент. Понимаете? В университете понял, что такое процент. Понимаете? Это, да, конечно, искусством преподавания навладеть. Поэтому это не так тривиально. Поэтому мы и начнем оттачивать наше мастерство здесь, друзья. И мы же оттачиваем. Мы не сидим ни дня просто так с Мариной. Каждый день идет работа над собой. Каждый день. Мы учимся постоянно с Мариной. То есть в декабре, наверное, у Марина было, наверное, пять курсов, которые она сама проходила. Понимаете, коллеги? Она сама проходила. Я, наверное, за декабрь сколько курсов прошел? Два уж точно. Два точно, да. Понимаете, коллеги? Вы не подумайте, что мы просто умные от Бога, как говорится, да? Нет такого, как умные от Бога. Боже не пометил. Да. Нету. Это мы должны работать очень много. И как психологи говорят, если ты не напрягаешься, ты не развиваешься. Вот это тоже можно, конечно, на заметку всем. Куда-то на доску. Хочешь развиться, это надо детям просто объяснять, коллеги. Это надо детям объяснять. Что если хочешь развиться, ты должен напрягаться. Все, ну, извините. Но напряг должен быть тебе посильным. А это наша работа. Это дизайн учебного процесса. Мы должны так выстроить. Правильно уже, коллеги? Второе, что очень важно, я сразу вам скажу, это верить в себя. Ученики должны верить в себя. Точнее, не просто в себя, что я вперед, нет. А то, что мои умения можно развить. Если я буду работать, я свои умения развью. То есть, чем больше я буду кататься на лыжах, тем лучше я буду кататься на лыжах. В принципе, то же самое в математике. Надо заниматься ей. Но вот как заниматься, вот это искусство, которое вы, как учителя, должны выстроить. Вот этим мы будем заниматься. То есть, вот, наверное, поставьте себе, да, куда-нибудь, не на доску, а на стену. На стену. На стену. Хочешь развиться, нужно напрягаться. Это первое. Второе. Твои умения развиваемы. А это реально развиваемы. Какого ученика он взял, как бы им казалось он плохо в математике, можно развить. Можно развить в нем. Конечно, все будут ученики разные, но каждого можно развивать. То есть, ученик должен понимать, что если он будет стараться, он будет развиваться. Это второе, да? Ну и третье, что можно сегодня сказать в сегодняшний эфир, это, наверное, то, что психологи говорят, что ты должен возвращаться к одной и той же теме постоянно. С паузами. То есть, ты что-то изучаешь, сделай перерыв. Не надо заниматься чем-то три часа подряд. Не надо. Сделал чуть-чуть, пауза. Вернулся обратно к этому. Опять пауза. Вернулся обратно к этому. Да? И эти паузы должны быть и как во время урока, может быть, 45 минут. И как в долгой перспективе, там, в рамках одной четверти, полгода, да? Чтобы не было вот такого, что мы прошли тему в феврале, а в конце апреля все говорят, учитель, точно уверены, что мы проходили годатное уравнение? Что-то мы не помним. И все заново надо. Да, и все заново. Опять, да? Бедный учитель. Начинается опять. Так что, вот есть вещи. Не повторение мать учения. Вот это неправильно, наверное, скорее всего. А припоминание, да? Мариш, правильно так? Да, и в разных ситуациях. Да, и в разных ситуациях. Вот поэтому исправьте, у кого... Исправьте, да? Исправьте, у кого написано, что повторение мать учения. Нет, не повторение мать учения. Нет, дело в том, что повторение действительно мать учения. Главное, чтобы мы понимали, что за этим стоит. Потому что, если мы возьмем одно и то же слово, одну и ту же формулу, одно и то же правило, И просто доведем его до автоматизма, мы сделаем просто то, что это у нас попадет в долгосрочную память, и там же оно и останется. Между нейронами будет сильная связь. Легче гораздо будет из памяти это вытащить. Но если мы говорим о процессе учения, а процесс учения – это создание новых нейронных связей. Новых. Не одна укрепляется, а много новых разных связей создается. Именно это меняет наш мозг анатомически, и именно это и называется учением. Вот мы и учимся таким образом, когда совершаем какое-то усилие. Вот нам важно что-то изученное, опять-таки формула, правила, текст, алгоритм. Нам важно его, это тебе нужно, я так могу, я руками машу. Нам важно его припоминать в новой ситуации. В новой ситуации. Тогда, тогда, тогда мы учимся. Ну что, давайте, коллеги, подытожим. Что у нас минут осталось сейчас с тобой? Ну, у нас вообще пять минут до конца. Пять минут до конца сегодня, коллеги. Во-первых, я сейчас чуть-чуть расскажу, все-таки о курсе, вкратце. Что у нас будет интересно. А вы пока, вы пока можете писать вопросы еще быстренько какие-нибудь. Может быть, в конце минуты успеем. Потому что мы с вами, мы запустим с Марины второй эфир. Вы понимаете, мы вводную часть делаем, мы второй эфир запустим, где мы будем говорить про разный подход в обучении математики. Это тоже интересно. Инструментальная математика и осмысленная математика. Это интересно. И только когда мы поймите, удобно будет. В субботу, в воскресенье, в понедельник. Мы можем, друзья, в сторис. Я же могу в сторис устроить голосование. А, давайте, Марина, сделать голосование. Мы можем выбрать. И вообще, у нас в сторис теперь есть пространство чисто наше. Мы можем там любые вопросы задавать, викторины устраивать, обмениваться. Комментарии тоже никто не отменял. Личные сообщения есть. Мы всегда найдем способ, как выйти на связь с вами. Короче, следите за этим аккаунтом. За этим аккаунтом, да, обязательно. Ну что, давайте я сейчас расскажу вам, что нас в курсе ждет. Очень, очень вкратце. Во-первых, для того, что должна быть какая-то концепция. Мы не просто общая модель, которая, согласно которой мы работаем. Что означает преподавание математики, вот сейчас, в 21 веке. Вот общая модель. Сегодня я вкратце уже сделал введение в эту модель. Но я ее в какой-то момент вам реально нарисую. Бах, бах. Она такая, как паутина. Да. То есть общая модель. Вот она у нас будет всегда, говорится, на фоне, да? Общая модель преподавания математики. А конкретно, что мне записано. На самом деле, мы в рамках курса будем реально рассматривать, рассматривать конкретно, как, какие темы надо бы, можно было бы преподавать. То есть, там, те, что, смотрите, проблема, особенно проблемные темы. В геометрии будем рассматривать обязательно, как периметр подойти к этому, площади. Разный вывод формул. Почему? Как выстроить учение просто так, чтобы ученики сами вывели, там, формулу площади, там, треугольника и так далее. Вот тут разные, да, темы. Или как подойти к обучению обыкновенных дробей, процентов. У нас отдельно созданы формулы, да, есть с вами в основной школе. Уравнение. Может, даже до функции дойдем. Складывание, умножение, деление. Натуральный чисел. Почему алгоритмы такие? Вот это мы все будем с вами рассматривать. Это тема. И мы будем это рассматривать через призму разных учебников. Эстонских, российских, украинских, если нам кто-то хороший человек пошлет их, сфотографируют. Ну, это уже наше общение будет. Я буду просить вас. Кто там в Казахстане живет, я попрошу у вас казахские учебники там мне прислать, сфотографировать конкретные темы, как процент мира объясняется и так далее. Мы, вкратце вам скажу, мы изучали с нашими студентами тему процента. Пытались понять, что такое процент в наших учебниках. Мы рассмотрели все учебники на эстонском языке и нашли, по-моему, пять разных определений. Понимаете? Пять разных определений, которые на самом деле друг другу даже противоречат. Но это, ладно, это потом, на затравку вам. То есть мы будем и литературу методическую будем рассматривать. Мы будем, естественно, разные сценарии инновационные рассматривать, как станции ротации, там, task-based scenarios и так далее, да? То есть сам дизайн учебного процесса тоже будем рассматривать. Ну и, естественно, и КТ. Как же без этого? Мариш, у тебя одна минута. Ага, да, сейчас я посмотрю. Десмос обязательно будет у нас. Ага, обязательно будет Десмос. И, наверное, может быть, даже вам подготовлю некоторые Х5П. Например, если я буду знать, что у вас в апреле, или когда там, скажем, какая-то тема будет, уравнение линейное, а у меня есть на эстонском языке хорошие Х5П, я просто переведу и вам дам, а вы пойдете пользоваться им на урок математики. Вот такая вот идея у нас. Ну что, Мариш, это очень вкратце я рассказал вам. Ну, я думаю, тогда, может, в воскресенье сделаем новый эфир. А пока, наверное, у нас заканчивать надо, иначе у нас времени хватит. Да. Иначе эфир не запишется. Друзья, и я поставлю, я поставлю сегодня пост, и под этой публикацией вы можете задавать какие-то свои вопросы, а также я попрошу вас немножко рассказать о себе, чтобы мы с вами уже начали, начали постепенно знакомиться. Огромное спасибо за то, что вы подключились к этому аккаунту, огромное спасибо за ваш интерес к преподаванию математики, к математике и к нам, и к нашему курсу. О, Ксения только что присоединилась. Ксения, мы уже заканчиваем, сейчас сохраняем эфир, пересматривайте. Ксения, учитель математики, моего младшего ребенка. Младший ребенок сказал, что Ксении сегодня уроки не было. Ребенок сказал, что учителя на уроки не было. Учитель на урок не пришел. Так, будем, ну хотя у нас еще есть, еще есть одна минута. Да, если вдруг какой-то вопрос, то мы на него успеем ответить. Юраш, ты рассказал все, что хотел, да? Ну, не все, конечно. У нас тут... Да, и по курсу я еще скажу, сроки, мне задавали вопрос относительно сроков. Мы с Юлей решили, что это приблизительно точно, коллеги, два месяца у нас будет обучение. Ну, это зависит от вас, коллеги. Если вы говорите, я сейчас устал, давайте через неделю продолжу, не проблема. Это, мы не будем там в загрузки возвратить. Темп работы у нас будет гибкий. У каждого будет возможность посмотреть, послушать в любое, в удобное для него время. И те участники, которые... А, ну, хорошо. Надо заканчивать. Хорошо, ладно, буду заканчивать. Наверное, мы с вами встретимся теперь, наверное, в воскресенье. Или в понедельник, как вам удобнее будет, Марина спросит. И продолжим вводную часть. Хорошо? И вот так будем. Я думаю, мы тут всю неделю будем еще это входить. Ну, может, ну, скорее всего, мы дадем до практических заданий тоже уже. Так что следите за нами, пишите, лайкайте. И до встречи. Все хорошего. Все, пока.